Начало Кавказского хребта в Анапе теперь охраняет Орел. Скульптура выполнена из неподдающегося коррозии металлопластика, так называемой холодной бронзы. Стелла означает первые метры горной цепи, которая протянулась на 1100 километров до берегов Каспийского моря. Таким памятником власти Анапы решили подчеркнуть уникальное географическое положение города. Я хочу выразить уверенность в том, что данная скульптура будет посещаема. Здесь, скорее всего, так и будет. Будут останавливаться свадебные кортежи. Здесь будут фотографироваться и увозить памятные фотографии наши многочисленные гости. Ленточку перерезали. Стелла официально открыта. Главные почетные гости праздника, конечно же, авторы. Главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин и скульптор Василий Поляков. Работы Василия Полякова украшают наш город-курорт. Это памятник доктору Будзинскому у санатория Кубань, казачьему атаману-бескровному у русских ворот, салатам-афганцам в сквере славы и ставшей брендом Анапы белой шляпы в парке отдыха имени 30-летия Победы. Но художник полон новых планов и идей. В северных морях сидит Дания русалочка, а у нас в Черном море, которое сообщается со Средиземного моря, где родилась эта Афродита по легенде. Ну вот я мечтал это сделать. Утро Афродиты в раковину поставить на воде ее. С этой точки открывается панорама на город-курорт. В хорошую погоду, как в день рождения России, вид открывается на Благовещенскую косу. А это почти 40 километров удаленности. Теперь это место будет еще привлекательнее для туристов и любителей фотосессий. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапрегион.